Всем привет, друзья! Это Радиус. Мы продолжаем прохождение игры X3 Рассвет Альбиона. И сегодня мы продолжим работать на корпорацию КДПН. Прошлое задание. Уничтожить пиратскую базу мы худо-бедно завершили. База уничтожена. Наш Кентавр худо-бедно, но её допилил. Очень долго он её пилил, но всё-таки уничтожил. И нам приходило сообщение. Я немножко отложил, даже не читал это сообщение. Решил заняться немножко хозяйством. Привести в порядок наши текущие дела. Теперь у нас куча-куча торговцев. Я даже не считал их. Штук 15, наверное. Все они что-то торгуют, что-то делают, куда-то летают, что-то продают, руду, батареи. Всё, что угодно. Наши шахтёры шахтёрят, добывают невидиум. У нас прибавилось на одного шахтёра больше. Мы купили там по дешёвке шахтёра за половину стоимости. И сейчас я его оборудовал всячески. Поставил щиты и прыжковый двигатель и отправил. Добывать невидиум он, наверное, уже дополз. Нет, он отнюдь не дополз. Ну, далеко там у нас эстероид. Конечно, попробуй доползи. Так, мистраль у нас. А, да, я вот подготовился хорошенечко к завершению сюжета. Похоже, у нас сюжет как-то завершается. Что-то я предполагаю, что с нас сейчас будут клянчить много-много денег. Поэтому давайте почитаем сообщение. Оно где-то там глубоко-глубоко внизу уже осталось. Я столько дел переделал после уничтожения пиратской базы. Вот, наверное, Талас Юхнус Нагас-2 нами руководит. Мы надеемся, что эта акция снова обеспечит безопасность для наших кораблей. Ну, имеется в виду устрашающая акция по уничтожению пиратской базы. У нас в КДПН много чего нужно восстановить после этих нападений. Пиратов, видимо. У меня для вас есть предложение, которое будет выгодно и для вас, и для КДПН в целом. Мы должны начать распродажу активов для реорганизации нашей корпорации. Вы заслужили право первым увидеть наивысший приз по заниженной цене. Пожалуйста, возвратитесь ко мне, чтобы обсудить подробности. Я думаю, что нам сейчас начнут втридорого впаривать штаб-квартиру. Давайте это проверим. Так, в штаб КДПН я думаю, что нам нужно прыгать. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. 20. Вход в систему. Штаб ПТН. Так, посмотрим, что там у нас. Палас Юг на год 2 нам скажет. Давайте поговорим о доходах. Начинаю передачу необходимой вам информации. Так, вот нам, да, впаривают телодийский станционный транспорт, перевозящий штаб-квартиру. За 46 миллионов 806 тысяч, ни хрена себе, 440 кредитов. Почему за 441, почему нет? Вот так вот утверждают, что со скидкой впаривают там с какой-то огромной. А на самом деле за такую цену, господи, я себе там целый сектор куплю, наверное. Телоди, они такие телоди, блин. Обманут, вокруг пальца обведут и даже глазом не моргнут. Еще альбатрос какой-то, совершенно самый вообще дурацкий станционный транспорт. Маломерный из всех станционных транспортов. Самый медленный, самый огромный, неповоротливый. И вот так вот, 46 миллионов. Ну а что делать? Недостаточно средств, пожалуйста, телоди. Они в своем репертуаре. Что делать? Надо деньги собирать. Конечно, я предвидел, что такое произойдет, что нас так подставят телоди. Я, значит, что сделал? Собрал с наших шахтеров весь невидиум. Сгрузил его в наш новый мистераль, супертяжеловоз. Тоже его оборудовал, всячески там починил щиты. Щиты у него были уже, прыжковый двигатель поставил, сгрузил туда и отправил на сплитскую верфь. И он уже вот только-только пристыковался. Отлично. Сейчас мы будем невидимым продавать. Что делать-то надо? Деньги как-то собирать. Все-таки штаб-квартира, это же наш дом будет, наша верфь, наша судоверфь, наша ремонтная мастерская, наш склад. И вообще это наше все. Так, давайте выберем какой-нибудь самый-самый-самый завалявшийся и дешевый транспортник. Кайман Танкер, например. 226. Триум 2 500. Побольше есть какие-нибудь вообще у сплитов-то? И подешевле там. Только за 600, да? Ну давайте вот кучу танкеров этих купим, наверное. Сколько я даже не знаю, сколько нам понадобится, чтобы их продать. Давайте для начала штук 5 купим, наверное. Не меньше. Потому что Невидиума дохрена. Триум у него без апгрейда 2 500. А собрали мы так нехило. Давайте 4, наверное. Может быть 4 хватит. И сгрузим, сгрузим весь Невидиум на эти Кайманы Танкеры. Невидиума так нехило, да, получилось. Где наш, блин, грузовоз-то, тяжеловоз? Дополнительно обмен грузами. На Кайман Танкер весь Невидиум сгружаем. Невидиума. Да, не хватит, наверное, этих ребят нам. А нет, хватит. О, ровно 4. Нормально, хорошо, я на глазик так. Ну что ж, давайте торговать тогда. По 5 миллионов каждый кораблик. И хватит нам, интересно, или нет? Давайте будем определяться, хватит нам или нет Хорошо, какой у нас счет? 30, ничего себе, нам еще 15-16 миллионов Почти 17 не хватает А где мы сейчас эти 16 миллионов? Сейчас вот так вот, вынь допадай, сделаем А у нас 15 еще есть на комплексе, хорошо 15 снимаем с комплекса Господи, копили-копили, копили-копили на комплексе И сейчас вот так просто делать, отдай, да? 15, раз, два, три, раз, два, три Я надеюсь, 800 тысяч на комплексе хватит Так, узел у нас еще не зарабатывает Фабрика биогаза этого, ученики наши копейки Там совсем себе на зарплату просто зарабатывают и все Так, что делать-то? А у нас 45, еще миллиона не хватает Что-то бы впарить, чуть-чуть там Блин, что-то чуть-чуть там как-нибудь извернуться Может Неохота сейчас что-нибудь делать там Может мы сейчас быстренько какую-нибудь миссию на миллиончик-другой Ну да, давайте, миллион 150 тысяч на стропового масла Блин Что делать, что делать? Надо быстрее брать Быстрее надо А то Возьмут Кто-нибудь с руками оторвет Альбатрос-то уже стоит, да? Ждет нас? Не вижу пристыкованных На верфи он, наверное Альбатрос? Нет, нету Альбатроса А где он, интересно? Вот это Вот это поворот Обманули? Вы говорите Тебе что надо? До 79 тысяч ты издеваешься Вот что мне нужно 100 миллионов Вы говорите Начинаю кодировать данные Ага, сейчас За 80 тысяч я такой Вы хотите Да вы издеваетесь А что делать? Давайте захватим какой-нибудь корабль Давайте какой-нибудь корабль продадим А что продать? Кентавр этот нахрен продать, наверное Блин, жалко Он нам понадобится, наверное Давайте ДККФ что ли, блин Нет, тоже жалко Там орудие у нее хорошее Может еще пофанимся Прям все жалко Я не знаю, что Сокол-защитник Ни в коем случае не продавать Транспортник может какой-нибудь Да там миллиона не будет Транспорт продать Так, супертяжеловоз Давай на комплекс Работать пора Работать не работать Но торговцу мы передадим А то у нас Школьный корабль простаивает Лунь-агрессор У нас еще один школьный корабль На нем уже ученик Нет, на нем еще не ученик Мы базу приписки сейчас назначим И ученика запустим У нас уже куча-куча учеников Базы данных загрузить Пакет школа Начать коммерческую деятельность Это тот лунь-агрессор Которого мы пускали шпионить Закиберионом-агрессором За параницкой яхтой Понтифика параницкого И я нашел его в секторе В холме Оладной Сейчас я даже покажу Где я его нашел Одиноко стоящим Сиротливо стоящим Вот где-то я в холме Оладной Его нашел И стоит он Одиноко стоящий И не знает, что ему делать Видимо, все-таки следовал Он исправно за этим Гиперионом И этого Гипериона В холме Оладной Приговорили Может быть, саргонскими Войсками он там Схлестнулся Параниды саргонцами Не очень там Как-то дружат В общем, да Все Потеряли мы Гиперион Но я думаю Что это не смертельно Плохо то Что у нас Денег нету Может, наши торговцы Сейчас миллиончик-то Наторгуют Ну, конечно На торговцев Надейся А сам не плашай Здесь у нас Ничего нету хорошего И ждать отцу Здесь Нечего Вот так вот Я транжирил Транжирил деньги А сейчас не хватает А транжирил я много Зефирчик тут прикупил Еще что-то Пятое, десятое Пойдемте тогда Пиратить Что делать-то Надо быстренько Добывать Самый наш Интересный сектор Это Сплитский огонь Наверное Прыжковый двигатель Заряжен На десять процентов Два Вход в систему Ну, кто тут у нас Перевозка грузов М-третий Вот этот вот Стоп-стоп Что это? Скажите мне Это Барракуда Барракуда Ну, может, она Там где-то Тысяч на восемьсот Это вообще М-четвертый Кайман Диметра Грузовик Грузовик у нас Не потянет На миллион Хотя Вот этот большой Грузовик Может и потянет В чем я сомневаюсь Очень и очень сильно Здесь вообще Ничего нет Дорогого Барракуда Ну, давайте Барракуду Но Барракуду Я не отдам Барракуду Я себе возьму Давайте Амончик Где она там? Перевозка грузов Догоню Нет Сто метров в секунду Наверное, не догоню Она идет Куда идет? Она к тем вратам Хорошо Прыгнем в северные врата Встретим ее Убивать не будем Но захватить попробуем Что-то через пиратские сектора Мало торговцев Стало ходить Прослышали, наверное Что здесь пиратствует Какой-то свирепый пират Лар Наминаус А на самом деле Наш главный герой Не пират Он бизнесмен А пиратство Это Ну так Хобби такое Ну Жить-то как-то надо Что, давайте ввалим ему Все, наверное Или не все Если ты хочешь подраться То скоро ты получишь Такую возможность Не полностью лазера ввалим, наверное И ему немножко оставим Чтобы было что пили Ну ты сейчас сильно пожалеешь об этом Нет, он Он что-то вообще не собирается Сдаваться И даже близко Жалько Жалько Значит, эта барракуда Уже у нас Наверное Наверное, знаете Что мы сделаем Мы просто ее оставим в покое Она нас будет преследовать А мы извинимся сейчас Пусть она там Как-нибудь там Не знаю Чего-нибудь Поделает Вот и Аспид Давайте Аспид А это кто? Это тоже Аспид О, это Аспид Рейдер Вот Давайте попробуем Аспид Рейдер Все-таки Все-таки Аспид Рейдер Это Аспид Рейдер Его бы еще догнать 256 метров в секунду Ни хрена себе Вот это втопил Вот это втопил И мне нравится Мне нравится Как он быстро летает И какой у него хороший трюм Да, еще бы там его поймать Это не тот Аспид Заслуженный ветеран Вот это Аспид Рейдер И перевозка техники Он уже подходит К вратам Навстречу нам Надо в него Сразу Вложить максимум Давайте Если не убьем Надеюсь Надеюсь Мы его не убьем Ничего себе У него скорость Так Надо самому-то Сбросить скорость Чтобы встречной Не было скоростей Так Стоп Пора Так Хорошо Скорость Ему сбили Давайте его Пилить Пилить Ууу Какие у него штучки Блин Вот такими штучками Он у нас может Запросто Просто Просто Запросто А сзади у него Импульсной лазер Тоже так нехило тоже так черт вот так вот сплиты всегда ракетами стреляется блин тяжелыми еще блин это обидно было это было реально обидно давайте в те врата здесь где-то у нас перевозка грузов может он уже это может он готов уже отдать нам корабль давайте быстренько сбиваем щиты с него и он совсем не готов нам отдать корабль сие есть печально наверное еще мало времени прошло хорошо тут еще аспит какой-то близкий перевозка техники вот она спит он уже рядышком давайте ввалим полную энергию смерть он собрался мне показывать а я ему мне нужен твой корабль вот опять тоже не сдается блин вот все время путаю и опять ракета и опять его сейчас наверно взорву на своей же ракете ракета тяжелая ну ты 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 сдайся что ли хоть вот перестали сдаваться ну а то нас там атакует у него охрана что ли или он дронов выпустил а это этот нас аргонец давайте этого еще за надо тебя может его попилить баракуду блин мы сейчас его уничтожим ничего себе это аспит нас жарит нет нет парень парень ненем и так не договаривались я щас убью наверное аргонцы надо следить не они сдаются не тот не этот перевозка это не хочу убивать все 0 процентов 0 процентов корпуса и не сдается значит все значит уже и не сдастся сколько 78 корпуса у меня плазменные генераторы это жестокая вещь очень жестокая 125 мега джоулевых щитов наших срубила моментально но я быстрее их был когда-то если извиниться все простите ребята я больше не буду я прошу не буду я понял с вас как сядешь на вас так и слезешь и больше собственно ничего чё над чиниться тогда сингулярник тратить может мы так починимся без сингулярного уплотнителя времени в принципе это немного вот так долго давайте на паузе скоро вернусь не переключайтесь так отремонтировал я без ускорителя времени сейчас у нас нормальная скорость так но в этом секторе похоже вообще делать ничего больше четыре процента может мы его дому чем а блин нет он похоже во врата входит и все мы его не догоним все он улетает от нас он входит во врата хоть и с маленькой скоростью но входит ну где он потерял аргонский перевозка грузов так все он с курса входа врат вышел и мы сейчас может его помучаем еще немножко у него четыре процента корпуса в принципе принципе он еще можно его аккуратненько попилить так 22 20 18 1 и сейчас осторожненько надо нет не сдается гордый варяг и не сдастся наверно все один процент корпуса нет мы отстанем от него не хочется у аргонцев репутацию терять он еще и огрызается так 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 аккуратненько аккуратненько ну так сдавайся нет никак извини мне нравится так извинился полетел дальше по своим делам с практически разбитым кораблем в общем здесь делать нечего похоже нет ничего интересного картографическая служба астероиды продает а вот это что супер мистраль а вот это вот уже серьезно тут уже плевать уже этот несчастный миллион мы где-нибудь возьмем а вот это вот на дороге не валяется вместо супер мистрали это сомик хочу я зачем я свой сомик пытался атаковать а вот это уже серьезно такие корабли на дороге не валяется и он стоит миллион если его продать захватите продать но я его ни в коем случае продавать не буду так супер мистраль крепкий сколько счетов 46 счетов мало но корпус крепкий давайте сейчас чтобы было так вот и и и он хорошо вооружен может на его так нет так не получилось и причем сильные украины хорошо вот часть моего груза да зачем нет часть твоего груза только главное ему сильно корпус не сбить чтобы второй раз не это самое второй раз можно было его атаковать обычно не сдаются дронов выпустил это плохо дрона на смогут сильно побить ладно оставим пока повоюем ох вот это все репутация это все репутация каждый дрончик это потеря репутация так четыре процента и он не сдается плохо совсем все плохо совсем все плохо не сдается и у него сколько у него грузового корабля 4 процента перевозка продовольствия где он из импульсов пушек попробуем его подрихтовать но уже бесполезно мне кажется уже мне кажется бесполезно у нас 50 процентов щитов нормально пожалуйста прекрати огонь так щиты главное ему сейчас срубить аккуратненько аккуратненько есть у замучили парня есть я бы даже оставил на это наверное этот корабль здесь висеть его здесь никто не тронет брошенный странного почему здесь нету каких-нибудь там допустим сталкеров которые воруют брошенные корабли но тем не менее самое безопасное это оставить его брошенным запомнить списка сплитском огне в середине и все-таки нам что-то дорогое нужно что подороже можно продать за миллиончик 4 пиранья может персей может паранецкий вот транспортник он недалеко давайте его помучаем последний раз если сейчас не сдастся что будем делать то надо лететь тогда вкалывать работать куда-то все гонеры делись гонеры гонеры опять опять неправильно я видимо произношу гонеры гонерские гонерские странники их нету просто в пиратских секторах раньше просто пачками здесь летали ох ты он блин быстрее меня ничего себе вот дает ладно встретил интересный корабль быстрее меня быстрее нашего омона этот этот 190 внутри ума 5 маленький да блин но его на продаже и вот как техники на продажам 3 тот персей надеюсь он под потащит у нас на миллион так сейчас валим сколько у него счетов 50 не так уж и много так стоп он быстрее же нет не хочет сдаваться сразу не сдался помучаем поворачиваемся этого бомбометов так не убить бы его если сразу не застся боксом может его вот смысл так 0 процентов корпуса все до свидания тебя даже из поможет не смогу там еще один параницкий был еще один персей это же блин скоростной переводка северная врата идет а вот аргонский этом 4 все последние вараницкий перевозка техники вот тут попробуем я уже все батареи наверное спрыгал есть батареи еще еще 60 до параницкий перевозка технику вот он этот целый этот целый 50 сколько мега джоули и щитов неплохая скорость и неважнецкий трюм но у нас же есть сусанна с таким дурацким трюмом ну и будет персей нет этот я продам конечно же я этот продам может его попробовать вообще не первым залпом а подольше попилить а то мы целый зал погоняем он что он долго разговаривал издаваться тоже явно не собирается сейчас помурыжу 0 процентов корпуса все не хочет не хочет не хочет хорошо извини растил по ок кадр идет вот вот это тащи идеальные просто кадр кто-то меня там атаковал стрельнул мне пиратик пираты трусливая впрочем торговцы тоже не смелая далеко не мы пока здесь сейчас летаем у нас комплекс уже миллион заработал блин сколько у него 54 метра в секунду да это такая скорость нормальная а между прочим нас этот догонится за нами все успокойся я больше всего не буду трогать его пронистки войска зашли сейчас пара не даме лучше не лучше не 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 ссориться так а вот пиратика мы сейчас попилим это за милую душу сколько у него щиты 55 сейчас мы его запилим лучше боли но конечно спасибо тебе пара низкий идеи вас или кто ты там молнию запустил а ведь мог бы сдаться все одним 4 корабли и всякая ерунда всякая просто всякая ерунда ой валим у нас миллион заработал наш комплекс пока мы тут бесполезно пытались что-то заработать а почему собственно бесполезно и куда валим сама отправлю нет сама не буду отправлять сама следовать за мной сам передаст батареи мы же у нас же мистраль но вот это да у нас же новый мистраль так снимаем сколько мы снимаем с комплекса сколько нам нужно 45 миллионов собственно миллионы из и снимем надеюсь там раза три раза три надеюсь хватит и у нас вообще копейки остаются да мы еще с фабрики биогаза 100 тысяч снимем чтобы у нас хоть какие-то денежки были так и чтобы нам нужно полететь штаб кдпн да чё делать-то лететь штаб кдпн мистраль потом очень ладно а то затянется это у нас все летим отдавать все наличные просто отдаем этим ушлым теладе то ужас какой-то просто какие-то аферисты блин код в систему ну давайте собрал я все все штаны продал вы все продал одежду продал вы есть нечего афак начинаю передачу необходимой информации недостаточно средств а какая у меня там миссия выполнена интересно да как недостаточно 46 800 чем-то чего случилось недостаточно средств на что так что происходит сообщение миссию мы завершили деньги с нас взяли и сказали недостаточно средств это что как это называется альбатрос слава богу вот он надо валить отсюда а то он сейчас разобьется куда-нибудь обо что-нибудь как-нибудь прыжковый двигатель заряжен на 10 процентов вон он торчит зелененький точно купили и этот что-то предлагать все что-то впаривает тела гибаривают сокол сокол агрессор да это медленный корабль зачем он мне не нужен ваш сокол агрессор он чуть 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 подешевле конечно наверхе но он бесполезно энергия лазер никакая трем относительно неплохой конечно но скорость фу надо же с не возьму даже с надбавкой с какой нибудь если даже и денег предложите вместе с ним так нам что-то надо делать со штаб-квартирой надо куда-то и пиндюрить установить ее нужно куда-то куда попал я устанавливать я не хочу я хочу ее установить чтобы она была под защитой у нас какой-то неизвестный сектор там какой-нибудь там на отшибе не хочу и на отшибе я хочу в конкун центральный сектор где нас бы охраняла там два эсминца там давайте вот куда-нибудь в холма ладно и желательно я думаю в день где у нас врата то врезается может в королевском тупике там поставить не то сильно тормозной сектор там очень много астероидов счастье штаб-квартира будет у нас вообще там все будет тормозить сети светильщик троицы пара не да посмотрим хорошо охраняется сектор или нет вариант мне кажется пара не дам у нас ними репутация неважная конечно или приют проповедника ну вот центральный сектор должен же хорошо охраняться тут у нас как раз его рядом с вратами давайте посмотрим там светилище троицы альбатрос то у нас с прыжковым двигателем да прыжковые двигатели есть батареи конечно же нет и какие-то лоховские десантники вообще а ничего силаховские парочка них он неплохих так уже войск не вижу никаких какие-то м4 но блин этот сектор не охраняется орудийных платформ нет я бы вообще поставил в обитель легенды здесь и орудийные тебе платформы и титан и и отозовский бареи супер сменец тут вообще вы блин такое дело пошло бы давайте я наверное воткну наверно сюда штаб квартиру скирон ничего себе а это м6 м6 я думал это ракетный фрегат а вот и ракетный фрегат 2 даже два ракетных фрегата у то это решено в общем ставим туда будет жутко тормозной загруженный сектор но блин зато под защитой зато под защитой в обитель легенды давайте отправляем во первых альбатрос у нас будет возможность у нас будет возможность один раз это штаб-квартиру еще раз перенести куда-нибудь и мы воспользуемся блина на альбатрос батареи еще надо передать вот так сейчас зефирчик наш заставим где наш зефир у нас столько кораблей я уже не ориентируюсь кто штопки навигация следовать штаб к дпн пусть летит на альбатрос батареи передал скажу что он и в рад так альбатрос сначала заведем в сектор ну давно создание не выполняли и нам уже не доверяет не доверяет сложную работу одни простые задания а нет зря я осетовал может сюда все таки зефс навизида 2 аида да понял я понял вы говорите с автоматическом меня сканировать яшник отарабандист так зефирчик дополнительный обмен грузами с альбатрос альбатросу нужно побольше батареи прям наверное вот все 700 по 20 батареи уже тратит за прыжок так зефир заправляться куда его заправляться на электростанцию альбатрос ко мне точнее не ко мне где он автопрыжок выставим да и продадим нафиг этого бегемота прыгнуть сектор обитель легенды на прыжковый маяк что ли прыгнуть это чё спутник прям на прыжковый маяк поставили ни хрена себе пусть на прыжковый маяк да чтоб у врат он не торчал сейчас зайдет в сектор и мы за ним нас эти можно повисеть все зашел в обитель легенды пора и нам ух вот тела не вот жуки разделе буквально сто четыре кредита хорошо что комплекс работает уже миллиона 60 70 80 как-то денег еще хватает прыжок на комплексе вход в систему обитель легенды так место главное выбрать где орудийная платформа здесь и орудийная платформа здесь ну правильно вход в сектор контролирует грамотно грамотно я бы вот за ванпостом где-нибудь за орудийной платформой поставил титан патрулирует барей может вот как раз недалеко от прыжкового маяка поставить нет мы наверное у врат лучше поставим мы наверное у врат поставим или у прыжкового маяка лучше поставить наши торговцы если будут торговать со штаб-квартирой не умеют на прыжковые маяки прыгать вот я и думаю в вратам или прыжковому маяку нет решено к вратам даже наверняка вратам а вот хотим к орудийным платформам куда-нибудь сюда вот аргонский малая орбитальная ракета москит установлена я прям даже не знаю не знаю как сделать где лучше поставить велик прыжковому маяку там как раз войска вокруг маяка на крутится же или они вообще патрулирует случайным образом сектор нет штаб-квартиру лучше поставить короче здесь около маяка воткнем вот здесь сейчас этот станционный транспорт аргонский мамонт где-нибудь здесь воткнем и все нормально специальная расположить станцию штаб-квартира так ну что ж ответственный момент поближе к маяку поближе к вратам чуть-чуть поближе о как нет поднимать ее так не будем сильно зачем вот она пустит там и торчит здесь у нас будет дважды две штаб-квартиры а вот так вот красавица музыка здесь не очень в секторе вот она висит под прикрытием орудийных платформ и аргонских эсминцев не сильно высоко принципе что-то высоковато а вот этого парня сейчас продадим куда-нибудь на аргонскую или на телодийскую вверх где у нас репутация самая сильная но раз это хочется продать его подороже но с него можно вооружение снять ударные импульсные генератора и генераторы и анаплазма щиты все снимем короче все снимем десантников заберем и тогда уже тогда уже продадим только предварительно погоняем его по верфям где дороже возьмут 420 батарей у него особо то не погоняешь крыжок вход в систему холм оладный так летим на электростанцию солнечная электростанция альфа что-то какой-то странный сектор притормаживает здесь война что ли идет какая-то аргонские баронские сплитские нет вроде а почему-то такие тормоза хорошо альбатрос садим на штаб-квартиру разденем его и продадим так сейчас посмотрим нашу собственность все в порядке все нормально все торгуют кто-то стоит на скорее всего чай пьют сейчас полетят шахтеры шахтерят сколько-то невидима уже собрано но это нам на текущие расходы собирает невидима я этого шахтера даже чинить не стал он и так работает нет он еще не работает я ему забыл отдать команду сбора стероида в секторе вот сейчас работает десантники у нас поспели какие нет тогда кентавр тоже нас на штаб-квартиру и базу приписки ему назначим штаб-квартира штаб-квартира туда еще надо нужно закупщика батарей для прыжков наших больших кораблей чтобы батареи скупали я отменил что ли у него батареи есть есть стыковаться с а базу назначил назначил базу назначилась тогда навигация вернуться на базу вот так кентавр заберет более-менее хороших десантников на этом альбатросе хакерство хорошо они прокачены это хорошо то есть они нам дорого и сильно не обойдутся жалко что бой всего три а остальных надо за борт продадим вместе с альбатросом жизнеобеспечение сканер грузов прыжковый двигатель все это заберем ну что ж отлично стыковка выполнена от лица президента сенатора и аргонской федерации тогда на сегодня закончим уже в принципе главное дело мы сделали штаб-квартира у нас а пока всем пока ну вот бригада скорой помощи следует в ангар номер девять ну что ж и мне пора до сли до встречи с вами был радиус